Пройти полное обследование за один раз. Единый день диспансеризации объединил сотни жителей Щелковского района. 27 февраля в районных поликлиниках можно было в сжатые сроки пройти осмотр у ряда специалистов, сдать анализы и в случае необходимости получить медицинскую помощь или рекомендации врача. Все медучреждения участники проинспектировали первый замминистра здравоохранения Московской области Дмитрий Марков и начальник пятого управления Минздрава Владислав Мирзонов. Сегодня во всех акулаторно-поликлинических учреждениях Щелковского района проходит диспансеризация. Всего участвует 11 поликлинических отделений. Мы в течение недели приглашали на эту акцию единый день диспансеризации жителей Щелковского района и как видим жители откликнулись очень активно. Единый день диспансеризации в Московской области проходит уже во второй раз, однако Щелковский район в акции участвует впервые. Особенность мероприятия в том, что проводится оно в выходной день, в субботу, чтобы занятые в будни жители смогли без ущерба для работы пройти бесплатное обследование у ключевых специалистов. Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап диспансеризации включает в себя антропометрию, измерение внутриглазного давления, измерение артериального давления, узи органов брюшной полости, маммографию для женщин. Ну и, пожалуй, все на первом этапе. При выявлении каких-либо отклонений в состоянии здоровья пациент направляется на второй этап. На втором этапе работают уже более узкие специалисты. Стоит сказать, что пройти диспансеризацию в этот день могли жители любого возраста, хотя изначально на прохождение обследования приглашалось только население определенных годов рождения. Позаботились и о том, чтобы пациенты не заблудились в коридорах медицинских учреждений, выдавали специальные памятки, также сориентироваться на месте помогали волонтеры, активисты Щелковского отделения, молодой гвардии «Единой России». Личным примером показали, что проходить диспансеризацию необходимо первые лица района. Глава Надежда Суровцева, руководитель администрации Алексей Ивалов и его заместитель по социальным вопросам Юрий Родионов приехали в поликлинику городского поселения Загорянский. Медучреждение считается одним из лучших в районе. Оно оснащено всем необходимым оборудованием и укомплектовано медперсоналом. Как отметили гости, здесь оздоровиться помогает даже сама атмосфера, доброжелательность и участие. Поэтому все медицинские процедуры проходили с улыбкой. В беседе с главврачом поликлиники Татьяной Зориной обсудили насущные дела и проблемы, которые пообещали решить в ближайшее время. Здоровье человека – это главное. Особенно человек, который уже прожил определенное время или пожилого человека. Это очень важно пройти свое время диспансеризацию, выявить какие-то заболевания в себе в организме, чтобы, соответственно, здравоохранение поработало над ним и вылечило его. Хорошо организовано все. Вот мы проходили в Заголинской поликлинике. Осмотр такой, профилактический осмотр. Это очень важно для граждан, потому что если есть какие-то заболевания, их надо выявлять на начальной стадии. Ну, я рада, что неплохая электрокардиограмма, нормальное давление и все остальное в норме. Всего же в мероприятии приняли участие почти 1300 жителей Щелковского района. Цифра немаленькая. Для сравнения, в Подольске в этот день в поликлинике обратились около 400 человек. Многие из щелковских пациентов отметили, что единый день диспансеризации – хорошая возможность быстро и единовременно посетить необходимых специалистов. Это ежегодное обследование у нас обязательное, поэтому всегда принимаем участие. Это очень важно, потому что за здоровьем надо следить. Я очень редко бываю в больнице, у меня просто жена говорит, давай она меня попросила, хорошо. Я поэтому решил поддержать это общее. Это все правильно делается, это хорошее очень дело. Вот я говорю, я не любитель ходить по самой больнице, но вот то, что я вижу, это очень хорошее дело, так что это спасилось. Результаты анализов пациенту смогут узнать уже в начале этой недели. С ними свяжутся или по электронной почте, или по телефону. По словам Владислава Мерзонова, такие единые дни диспансеризации в Щелковском районе продолжатся. Кроме того, будет рассмотрено предложение проводить мероприятие не раз в квартал, а ежемесячно. Ведь именно диспансеризация сегодня – одна из самых эффективных мер по выявлению опасных хронических заболеваний.